Всем привет! Встречаю вас с красным носом, потому что меня таки одолела болезнь, и я уже с четверга, четвертый день лежу с периодичной, стою, сижу с периодичной температурой. Вчера я начала пить антибиотики, чтобы немножко как-то прийти в себя, я знаю, что это нежелательно делать, там без врача все дела, но ситуация такая, вот, делюсь с вами. Для тех, кто не в курсе, то мы завтра с вами летим в Индию. Этот человек пытается бодриться, мужиться, и я вам хотела показать, что я беру с собой в Индию. Это будет моя вторая поездка. Для тех, кто не знает, первая поездка есть, но в очень плохом качестве. Если хотите посмотреть, можете посмотреть. Сори за бардак, просто мы с Андреем оба на соплях, на кашле, на заложенном городе и всем остальном. Вот, он сейчас пошел мне взять маски одноразовые в поездку, и мы сегодня будем делать куриный бульон, чтобы, так сказать, восстанавливаться. Ну, давайте ближе к теме. Ну, давайте с вами начнем, конечно же, с того, с аптечки, как всегда. Я на самом деле беру с собой небольшую аптечку, мне кажется, это небольшая. Тут в основном средства для живота, как вы могли понять и подумать. Это все, что касается какого-либо расстройства живота, конечно же. Также я взяла парацетамол, взяла свои любимые лосьон для лица, и у меня еще здесь также очищающий гель для лица, потому что в Индии достаточно жарко, и могут возникнуть какие-то прыщи, воспаления и так далее. И вот какие-то такие средства очень хорошо иметь. И при том хочется добавить, что в Индии желательно иметь что-то без запаха, что вы наносите на себя. То есть всякие фэнси-кремушки с ароматом клубнички будут нежелательны, потому что к вам на них придет очень много муравьев и всяких насекомых. Просто имейте в виду, если вы поедете в Индию, берем все без ароматов. Также я беру с собой жидкость для линз, тоже в небольшом формате, специально отдельно. Беру средства для горла, чтобы у меня ничего не болело, понятное дело. Также беру с собой в не той упаковке, переложила в 5-HTP, переложила сюда магний. Обязательно с собой беру тоже, чтобы восстанавливаться после практик. Для тех, кто не знает, я еду туда практиковать штанга-йогу. Это очень хорошо помогает. Также беру с собой фастунгель. Кстати, хочу вам сказать, что из-за болезни у меня ломит все тело, у меня отказывают колени, у меня отказывает спина. Мне кажется, у меня еле работают легкие, потому что я не могу нормально вдыхать. И, если честно, я очень сильно страдаю. Также беру вот такой вот Tiger Balm, который у меня остался с прошлой поездки. Тоже помогает немножко охладить какие-то моменты, когда у вас что-то зажалось, например, заболело. Вот, беру с собой смекту. Мне кажется, одна из лучших вещей, которую можете взять с собой в Индию. На всякий случай. Если честно, в первой поездке я не... Ну, то есть у меня было все в порядке с животом. Я, к счастью, ничем не отравилась, не съела ничего испорченного и так далее. Мне кажется, одна из страшнейших вещей в Индии это выпить испорченный кокос. Потому что, ну, знаете, как бы мы, западные люди, не знаем, какой кокос на вкус испорченный. Вот, спойлер, если кокос кислит, он испорчен, мы в ней пьем. Вот. Так, что я еще с собой беру? Такого, давайте, из интересного. Я беру с собой воронку, беру с собой бумажные фильтры и беру с собой вот такую вот штучку с маленьким горлышком. Тогда кофе будет иметь такой более чистый вкус, если так можно сказать. И я очень хочу пить нормальный кофе. В Индии кофе, он нормальный, там есть неплохой кофе, но он как бы не спешлти. Знаете, хочется какое-то благо цивилизации с собой привезти, поэтому мы берем с собой. Также у меня есть косметичка, еще одна, которая тоже поедет в чемодане. Еще у меня будет небольшая косметичка, так как я сутки буду добираться, будет еще с собой в портфеле. Я, возможно, вам ее покажу попозже, но мы сейчас с чемоданом. Тут тоже у меня есть тайгер гель, только уже согревающий. Тоже иногда использую, когда, например, скованность какая-то кожи возникает. Ой, кожа, мышца, очень хорошо. Беру с собой кондиционер, беру с собой свой шампунь в такой же упаковочке. Беру хотя бы на первое время, чтобы, знаете, точно об этом не думать, не переживать. Вообще я из тех, кто пытается все сделать так, чтобы о чем-то не переживать какое-то первое время. Потом, если мне понадобится, я смогу спокойно все докупить. Также беру с собой эспевку. У меня вот такая вот от La Roche-Posay. Мне она очень нравится. Это все остатки. И еще есть у меня одна эспевка. Вот такая вот Адерма. Тоже она очень легкая, хорошо ложится и на кожу тела, и на кожу лица. Идеально. Я тоже с ними уже ездила в Индию. Мы подружились. Было так все хорошо сложено. Беру всякие зубные штуки и штуки для бровей. Ну, на всякий случай. На случай ожогов беру с собой пантенол. Беру с собой упаковку линз. Тоже на всякий случай, знаете, где-то что-то выпадет, где-то что-то еще случится. Мало ли. И также беру с собой вот такой вот маленький листерин. Это ополаскиватель для полустирта. Не знаю, кстати, думаю, может быть, я его даже возьму с собой, потому что все равно нужно будет чистить зубы еще в аэропорту, скорее всего, несколько раз. И этого тоже надо под... Короче, надо придумать, как это будет лучше. Так, идем дальше. Ну, это не обязательно абсолютно. Это спрей от комаров. Я не знаю, как там летом дела с комарами. Ой, точнее, я не знаю, как зимой дела с комарами. Но летом там летают не очень хорошие комары, которые заразные, со всякими лихорадками тенге. И я предпочитаю как-то защищаться от них. Поэтому такой беру детский бэби-спрей от комаров. Надеюсь, мне поможет. И беру вот такое средство для волос, чтобы просто даже без укладки, я думаю, будет работать, делает волосы более плотными и помогает какую-то минимальную держать прическу, чтобы она выглядела адекватно. I don't know. Возможно, вам это не надо, но я думаю, что мне так будет комфортнее. Я беру с собой еще солнечные очки, прошу прощения, и беру с собой трубочку. Трубочку берут с собой стеклянную, потому что я там стеклянных трубочек не нашла. А металлические мне все время кажется, что они грязные внутри. У меня какая-то дичайшая паника в связи с этим. И поэтому, да, поэтому я беру ту, которая вижу, что внутри. Ну, что поделать. Я также беру с собой, ну, давайте, по-женским я беру с собой прокладки. Там они есть, но я предпочитаю свои с собой иметь сразу, на всякий случай. Вот. You never know. Как говорится, ну, там, если что, можно купить средства женской гигиены. Одежда обычная, повседневная, на каждый день. Потом здесь у меня йоговская одежда. Здесь у меня всякие нижнее белье, топчики, все дела. Рубашка, в которой будет завернута вот эта, чтобы она не повредилась. И затем идем дальше. Здесь я беру с собой полотенце. В Индии стрёмные полотенца дают. Я беру свое с собой. Домашняя одежда. Беру с собой книгу, ковер, конечно же. И у меня сегодня сейчас две накладки на ковер. Также я беру с собой, у меня будет, получается, багаж. Не знаю, на сколько килограмм он выйдет. Я также беру с собой еще складной стакан, тот же вот он тут стоит. И у меня еще будет бутылка на 0,5 для воды. Тоже, чтобы дополнительно не покупать. У меня, тем более, есть хорошая бутылка и все дела. Поэтому, да, я это буду брать с собой. А также, кстати, я еще не положила... У меня в портфель пойдет зубная паста, зубная щетка, ирригатор. Контейнер для линз. Контейнер для кап для зубов. Ой, прошу прощения. Вот, болезнь. Беру с собой, конечно же, все зарядки. Беру с собой ноутбук. А, беру с собой, скорее всего, возьму с собой, возможно, ежедневник. Или небольшую тетрадку, пару ручек, на всякий случай. Что у меня еще с собой будет? Я еще распечатала немножко документов. Нужно еще подготовить будет обратные билеты. Тоже их, скорее всего, будут запрашивать. Да, ну, примерно это все. Да, то есть мы с вами берем лекарства. Обязательно ножницы, маникюрные, пилочку кладем в багаж. Никак я не совершаю моих ошибок. Не берем с собой вручную платье. Вот их заберут. Расческу еще возьму обязательно. Вот. Ну, кажется, это все на самом деле. Да, то есть в целом. Я, кстати, взяла в основном теплую одежду, там 300 градусов сейчас. Но у меня с собой будет худоз, поэтому я думаю, если что, на холода мне тоже хватит. Да. Ну, как-то так. Пару слов о том, какой будет мой маршрут. Я еду из Берлина в Доху, Катар. Доха, потом Дели. Дели-Бангалор. Из Бангалора я буду добираться на автобусе до города Майсор. И на Майсоре я по городу поймаю такси. Вызову такси. Можно вызвать через Убера. И доеду уже до Глама. Это район Майсора. Путь долгий. Он займет больше суток. Переживаю ли я, да, в таком состоянии особенно. Но, знаете, вот кто не рискует, тот не пьет шампанское, да. Ну, как бы, а я хоть и не пью шампанское. Но, да, жить нужно полноценно. Нужно не бояться. И вот я боюсь... Ну, знаете, нет, давайте так. Можно бояться. Нужно бояться, да. Но мы боимся и делаем. Вот, наверное, как хочется сказать. Я надеюсь, вам понравилось. Такой мой get ready with me в Индию. Не знаю, возможно, кому-то из вас это было актуальненько. А, кстати, со мной еще кроксы поедут. Господи, забыла. Кроксы со мной поедут. Я же с собой сама в кроссовках еду. Да, то есть две обуви. Одна потеплее, другая поспокойнее. Попрохладнее. Ну, вы поняли. Ну, вот такая вот вам разбольная лёна. И с тем, что я беру с собой в Индию. Да. Увидимся уже в дороге. Увидимся уже завтра. Постараюсь снимать. Не знаю, что получится, потому что тоже тяжело. Будет портфель. Мне тяжело сейчас пока что все носить еще на себе. Будет чемодан. Да. Вот. Пожелайте удачи, что могу сказать. Спасибо. Спасибо. Спасибо.